Здравствуйте! Вы смотрите новости АТН. В студии Ольга Панова. Вначале коротко о главном. Я попросила у них сигаретку. Вот этот в белой рубашке, который там сидит. Он начал на меня руки распускать. Добровольцы общественных организаций, патрулирующие территорию ЮЖД, задержали двоих мужчин, которые устроили драку с двумя нетрезвыми дамами прямо на привокзальной площади. Задержанными оказались работники милиции. Триманный планувал выкористать ронад для подрыва к офису волонтеров в центре Харкова. О работе правоохранительных органов сегодня говорили и на сессии облсовета. Водитель Митсубиси Паджеро, двигавшийся на подъем с прицепом, потерял управление автомобилем, машину выбросило на полосу встречного движения. Два ДТП и двое погибших за последние сутки вследствие выезда водителей на встречную полосу движения. Теперь подробнее. На Пелесе распустили кулаки. Сегодня добровольцы общественных организаций, патрулирующие территорию ЮЖД, задержали двоих мужчин, которые устроили драку прямо на привокзальной площади. Ими оказались два работника правоохранительных органов. Пьяные дебоширы, а по совместительству работники правоохранительных органов. Те, кто сегодня оказались в районе половины третьего возле круга трамвая на ЮЖД, стали свидетелями шумной драки между двумя пьяными мужчинами и женщинами. Одну из них повалили на асфальт и принялись таскать за волосы. До этого все четверо выпивали в одном из уличных кафе. Кулаки пошли в ход после того, как одна из женщин уже изрядно навеселе подошла к столику, где сидели парни, и попросила сигарету. Мужчина ответил бранью и набросился на нетрезвую даму. Уже во время потасовки к компании подошел третий мужчина, который пытался успокоить обоих знакомых. Я попросила у них сигарету. Вот этот в белой рубашке, который там сидит, он начал на меня руки распускать. Толстенький, полненький. Начал заступаться. Пока я с ним разговаривала, этот сзади подошел и начал мне за волосы тягать. Прямо здесь. Он меня протянул, ну, метров, метров 15 у меня протянул. Сколько это длилось? Где-то около 15 минут. Вы там с подругой тоже выпивали в этом кафе? Да, да. Он заступил за подругу. Он ее тянул за волосы. Я просто заступилась. Ну, получила в лицо и я просто убежала. На место драки выдвинулись добровольцы, которые весь август патрулируют вокзал, пока транспортная милиция на реорганизации. Это представители сотни ЛЭВА, правого сектора, Слобожанской и Казацкой варты и еще нескольких организаций. Но возле кафе зачинщиков уже не застали. А уже через пять минут встретились с ними во время обхода площади. Мы подошли, попросили их представиться, на что они отреагировали неадекватно. Сразу кинулись в драку, применив физическую силу как бы к нам. В наш адрес начали оскорблять нас нецензурной бранью. Мы попытались без применения физической силы как бы их успокоить, утихомерить. Потом подошли наши остальные, то есть общественный патруль. И мы все вместе уже их доставили в штаб на третий этаж, после чего вызвали все службы, их руководство для дальнейшего разбирательства. Уже в штабе активисты выяснили, что оба хулигана – работники правоохранительных органов, прапорщик и лейтенант милиции. Оба удостоверения – работников батальона конвойной службы милиции. Служебная форма также была с собой, в пакете. Количество спиртного, глядя на этих людей, у них зашкаливает. Ну а то, что они сотрудники милиции, это только отягощает данную ситуацию. Это непростые хулиганы. Это наше лицо. Поэтому мы с нетерпением ждем новую полицию. Надеемся, что она наведет порядок на улицах нашего города. Мы будем в этом помогать всячески. Когда дебоширов скрутили, те принялись кричать, что они участники АТО, говорят активисты. Где вы были до этого? Что произошло? Были на вокзале. Почему здесь оказались? Был ли какой-то конфликт у вас с кем-то? Расскажите. Мы не будем говорить. Почему? Не хотим. Хотя бы в чем была причина конфликта? С кем? Расскажите, вы работники милиции? Нет. Третий мужчина, который подключился позже, работает там же. Говорить на камеру о коллегах отказался и заверил. Сам шел к остановке, увидел знакомых и попытался прекратить драку. Ну, после работы. В состоянии что-то пили, не пили ваши коллеги? Выпивали они. Сегодня тоже? Стыдно за свое поведение, за поведение товарища. А вот что можете сказать, что у них по службе, по работе? Были какие-то такие ситуации раньше? Нет. Не было такого. Никогда. Разбираться с пьяными владельцами милицейских удостоверений активисты вызвали правоохранителей и руководство задержанных мужчин. В наших словах могу прокомментировать, что разберемся. В руководстве батальона конвойной службы заверили, что провинившихся ждет наказание и увольнение. Оба они были не при исполнении. Один на больничном, второй в увольнении. Недавно они действительно были в командировке в населенных пунктах, входящих в зону АТО. Но это территории, где боевые действия не ведутся. К службе на блокпостах их также не привлекали. Алена Сорока, Александр Проценко, агентство телевидения новости. О работе правоохранительных органов сегодня говорили и на сессии облсовета. Кто скрывается за балаклавами? Почему с игровыми автоматами борются не совсем с законным методом? И нужна ли правоохранителям помощь депутатов? В своем выступлении перед депутатами главный правоохранитель области начинается с статистики. С января месяца на Харьковщине произошло 12 диверсий и терактов. Силовиками были задержаны более 40 участников террористических и диверсионно-разведывательных групп. Некоторые в момент попытки заложить взрывчатку. Благодаря чему удалось предотвратить 8 терактов. Уже в августе в городе был задержан мужчина с гранатой Ф-1, планировавши подорвать одну из волонтерских организаций. В ходе подальших действий працівники Служби безпеки України встановили ще трьох його співучасників, які готували теракт та збирали розвідувальну інформацію. Їх діяльність фінансував та кардинавав керівник оплуту Жилин. Під час обшуку у злочинців вилучено гранатомет РПГ-18 в обухові пристили та гранату. Отчитався Анатолий Дмитриєв і по боротьбі з корупцією. В цьому направліній літіли голови не тільки чиновників, але й самих правоохранителів. А у депутатів відникли питання про роботи правоохранителей з тими, хто розгуливає по улицам Харкова в Балаклавах. Від середі них, уверенні депутати, можуть бути не тільки патриоти. За громадськими організаціями і за якимись патриотично налаштованими людьми сьогодні це вже переходит таку грань тих, хто вже бізнесом займається. І хотілося б звернути на це увагу, я також звердаюсь. Якщо потрібна якась підтримка, давайте зробимо спільну якусь комісію. С представителями общественних організацій і об'єднений по вопросам безпасності в городі встречался тільки вчера, сообщив Анатолій Дмитриєв. «Со временем людей в Балаклавах на улицах города станет менше і ситуація буде повністю контролюємо», – заверил главний милиціонер області. Що ж до участившихся розборок гражданських активистів в камуфляже с аптеками, продаючими наркосодержащие лекарства без рецептов, і ігровими автоматами, уже открыто несколько производств. Але тут требуються змінення в правовому полі. Також, як це стосується ігрових автоматів, які щодня закриваємо, вони щодня відкриваються. І вже, наскільки я знаю, там є законодавчий проєкт Верховній Раді на те, щоб все-таки проголосувати, і ці кошти стоїть бюджет, а не тим, хто крешує і тим, хто цим займається». Більшу частину повістки дня депутати приняли в целом. Среди главних вопросів – изменения в областной бюджет на текущий год. Депутаты выделили средства на строительство жилья воинам АТО на социальные і коммунальные нужды області. Виделення субвенції в размері 2,8 млн грн для обеспечення участників АТО жильем. Ми виделили дополнительні 5 млн грн для того, щоб наші машини скорої допомоги могли працювати на території всей області. Виделено более 15 млн грн на реконструкцію, восстановлення детських дошкільних учреждень, школ, учреждень здравоохранення. Сессія завершилась заминированням облгосадминистрації. Правда, взрывчатку в здании взрывотехники уже традиційно не нашли. Оксана Нечапаренко, Андрей Домовой, Агентство телевидения Новости. Двое погибших, трое пострадавших. За текущие сутки под Харьковом произошли две серьёзные аварії. В обоих случаях причина – выезд одного из водителей на полосу встречного движения. Смятая до неузнаваемости Таврия и фура в кювете. В легковушке два трупа. Последствия ночной аварії под селом Коротич. ДТП произошло в 3.40. Грузовик «ДАВ» с полуприцепом ехал со стороны Киева в направлении Харькова. Автомобиль Таврия двигался навстречу. По неизвестным причинам Таврия выскочила навстречу прямо перед фурой. 31-летний водитель легкового автомобиля и его 30-летний пассажир погибли на месте. Дорожне покриття сухе, ніяких пошкоджень дорожного покриття немає. Видимість, звичайно, така по добі часу, 3-я година 40 хвилин. На даний момент з'ясовуються саме обставини і причини. Попитуються свідки, очевидці даної пригоди. Знадобилося близько трьох годин бригаді МНС для того, щоб з'ясувати саме скільки було в автомобилі Таврия, пассажирів, водій. Тому що пошкодження дуже значні пошкодження. Ще в одному ДТП, яке произошло накануне около половини десятого вечера, участвовали три машини. В столкновении пострадали 5 человек. На пересечении Салтовского шоссе і улиці Калининградська столкнулись «Москвич», «ВАЗ-2108» і «Фольксваген». В аварії пострадал водитель «Фольксвагена» і його 30-летня пассажирка. У них травмы голови і ушиби. Також в больницу были доставлены два пассажира «ВАЗа» с такими же поврежденнями. І чуть позже в больницу обратился і водитель «восьмёрки». А уже сегодня на окружной дороге не разошлись два внедорожника. «Хонда» ехала от Белгородского шоссе в сторону посёлка Липцы. «Митсубиши» с прицепом двигалась во встречном направлении. На подъёме водитель «Митсубиши» потерял управление, выехал навстречку і уже не змог вернуть автомобиль на свою полосу движения. Водитель «Митсубиши» Паджеро, двигавшись на подъём с прицепом, потерял управление автомобилем, машину выбросило на полосу встречного движения и контакт автомобиля «Хонда» произошёл с прицепом, который буксировал водитель автомобиля «Митсубиши». При ДТП у прицепа было отбито одно из колёс, и удар прошёлся в борт гружёного прицепа. Медпомощь понадобилась 42-летней женщине-водителю автомобиля «Хонда», её 20-летней дочери на восьмом месяце беременности и 22-летнему зятю. У обеих женщин ушибы. Опасности для жизни ребёнка, по предварительной информации, из больницы нет. У молодого мужчины перелом руки. Из-за столкновения был перекрыт проезд по одной полосе. На время оформления аварии сотрудники ГАИ организовали отвод транспорта. Машины по свободному участку дороги пропускались по очереди. Галина Шподарева, Андрей Домовой, агентство телевидения «Новости». Вы смотрите «Новости АТН». Далее в нашем выпуске. Помогла с ребёнком здесь гулять, отдыхать, свободно. Мы на коляске ездили, там есть родник, туда можно было на электричку ходить. А сейчас это всё перегорожено, пройти невозможно, забор. Куда идут деньги от аренды водоёмов и насколько законно в Украине брать плату за посещение пляжей и зарыбленных прудов? Хочется, чтобы уже оставили в покое и дали нам нормально продолжать работать и заниматься тем, чем нам нравится, а не тем, как нас заставляли раньше. На пикет в поддержку и против своего руководителя под стены обл. администрации сегодня вышли виртуозы-слабожанщины. Подробности через несколько секунд. Входной билет в карман частнику, рыбалка или посещение пляжа в Украине переходят в разряд весьма дорогих, а зачастую ещё и опасных удовольствий. Практически каждый водоём в Харьковской области находится в чьей-то собственности. О том, куда идут деньги от аренды и какие суммы проходят мимо бюджета – в журналистском расследовании АТН. Село Протопоповка Дергачёвского района находится вдалеке от основных трасс, но всего в получасе езды от Харькова. Заядлые рыбаки эти места хорошо знают. Тут находятся два небольших пруда – Йоркев и Панський, зарыбленные ещё в 2000-х. Именно они и стали причиной раздора в местной громаде. Многие жители утверждают, бывший арендатор Николай Сёра не то, что местных и рыбаков к воде не подпускает, тут даже скот на водопой не пройдёт. Раньше я могла с ребёнком здесь гулять, отдыхать свободно, мы на коляске ездили, там есть родник, туда можно было на электричку ходить. А сейчас это всё перегорожено, пройти невозможно, забор, всё это перерыто, перекопано, просто невозможно. У нас нет возможности никакой, просто даже отдохнуть, я не говорю уже о том, чтобы ловить рыбу, взять удочку, пойти с ребёнком, просто посидеть на пруду. В том году я был лично свидетель, когда этот Сёра подходил, запрашивался ребят по 120 гривен. Местная жительница, соседка арендатора Мария Безрук утверждает, что Сёра так распоясался, что даже избил её, когда она помешала ему самоуправно перепахивать её огород около пруда. Пришлось три недели провести в больнице. И я где-то добежала до середины огорода и остановила его, я встала впереди этого тракторца и говорю, куда ты едешь, разворачивайся, ты что, не видишь, что ты делаешь? А он говорит, уйди, а то перееду, что это сам, я здесь хозяин, я что захочу, то и сделай. И я его не пускаю. И он так постоял, подумал, а потом берёт меня, толкает. Толкает, я падаю. Падаю, он выскакивает с этого трактора и ко мне, давай меня бить. Дочка Марии Безрук уверяет, её мать не первая, кого избил этот человек. Однако чаще всего милиция сквозь пальцы смотрела на самоуправство местного барышника. И, как считают соседи, не просто так. В этом конкретном случае им едва удалось добиться открытия уголовного производства по статье «Умышленное нанесение телесных повреждений». Сейчас дело передано в суд. Неодноразово были сутички на этих ставках, не дают ловить рыбу, Цюра не даёт ловить рыбу. Постоянные бейки, он ломает водочки людям. И это первая справа, выкликали милицию, но она всегда в Соленицевске приезжала, которая не первая уже освещается на телевидении. И она всегда стоит на стороне Цюры. И это первая справа, которая доведена к суду. Однако больше всего, говорят жители Протопоповки, их возмущает не столько самоуправство Цюры, а то, что никаких законных прав он на пруды и землю вокруг них не имеет. Направив запросы в различные органы власти, соседи выяснили, договор аренды одного из прудов у Цюры истёк ещё три года назад. А для второго вообще так и не был оформлен. При этом сам мужчина не скрывает, что деньги с рыбаков он берёт. Считает, что имеет на это право. Правда, утверждает, что только с заезжих, а с местными не конфликтует и не бьёт их. Мол, это просто соседи наговаривают. Кто из Харькова приезжает, то за деньги рыбачат. А те наши так рыбачат. А почему вы взимаете деньги? Как почему? Ну так, рыба-то моя. Вы сюда мальков запускаете, да? Конечно. У меня договор был заключен в 2000 году, в 2002 году, на 10 лет. В 2012 году закончился. Я подал заявление, чтобы продлить это самое. Мне выделили эти самые, есть у меня бумаги, ну так сказать, разрешение на оформление дальше это самое в 2012 году. Ну сейчас знаете, какая у нас система. Это для телевидения сказано, понимаешь, что не поможешь, не поедешь. А в местном сельсовете Николай Атсюру только поддерживают. Говорят, никаких самоуправств за ним не замечали. А то, что аренду не платят, так это не его или их вина, а чиновников в рай и обладминистрациях. Они находятся в аренде. Просто сейчас, вы знаете, какие документы оформляют? У нас годами оформляют документы. У него в аренде пруды были, и он сейчас обновляет новый договор. И это просто идет иногда пятилетками у нас происходит. У нас это не первый пруд. Однако на официальный запрос новостей АТН в Дергачевской райадминистрации ответили, что никакой договор аренды сейчас на продлении здесь не находится. Сюра действительно обращался к ним с документами. Но ему пояснили, что в связи с изменением законодательства ему необходимо обращаться в облгосадминистрацию. Там же уверяют, к ним такой гражданин вообще не дошел. В соответствии с журналом регистрации, входной документацией, заявлений от гражданина Цюра, то в Департамент экологии и природных ресурсов Харьковской областной администрации не входил. Получается, что чиновники не знают, на каких основаниях этот человек использует пруды, кому платит, если вообще платит налоги и арендную плату. А еще при этом местные жители заявляют о его самоуправстве, нарушении водного кодекса, фактически захвате земли. При этом речь не идет о единичном случае. Практически все водоемы в Харьковской области находятся в чьем-нибудь пользовании. Доступ к воде людям так или иначе ограничен. Но о нарушении прав граждан говорят только тогда, когда конфликты переходят в криминальную плоскость. Как это было в Краснокутском и Чуговском районах, где выяснения отношений между арендатором и рыбаками заканчивались стрельбой. В Департаменте водных ресурсов сознаются – реестра, какие пруды находятся в аренде, в области просто нет. На сегодняшний момент я подготовил запрос на все райадминистрации в нашей области с просьбой уточнить информацию о наличии водных объектов и предоставить информацию, какие из этих водных объектов и на каком правовом основании передано в аренду, либо еще в каком-либо виде в обслуживание частным лицам. При этом выясняется, что без договора в аренду используются не только маленькие пруды, но и такие популярные в коммерческом плане объекты, как Безлюдовский гидропарк. На территории карьеров расположены три базы отдыха – Александрийский, база отдыха «Агат» и так называемая «Безлюдовка-1», пляж которой находился в аренде ООО Федерации бокса и кикбоксинга. На каком основании установлен шлагбаум на «Безлюдовке-1» по телефону, указанному для контактов на пропускном пункте, сказать не смогли. Уверяют, к Федерации кикбоксинга отношения не имеют. Договор с этой организацией истек еще в 2009 году. Подтверждают это и в местном постсовете. Но шлагбаум как стоял, так и стоит. Единственное, чего удалось добиться – решение местного постсовета в 2010 году. Хотя бы местных жителей по паспортам стали пускать на пляж бесплатно. Аренду подписывал с Харьковской райдерной администрации. Срок действия договора до 2009 года. До настоящего времени договор не продлен. Налог платит фирма, вопросов нет. Но договора нет. В сельсовете не скрывают, что налог, который получает местный бюджет от пляжей, едва ли сравним с налоговыми поступлениями от работы одной АЗС на территории «Безлюдовки». Около 100 тысяч в год. При этом предположить, какую прибыль получают все владельцы шлагбаумов на пляжах, очень сложно. На выходные сюда съезжается пол Харькова. Контролеры взимают с машин 50 гривен, с пешеходов 20. Правда, тех, кто знает о водном кодексе, все-таки пропускают бесплатно, но только пешком. А взимаете вы за что плату за машину? Ну так это с налогообложением можно снимать. То есть не заедем мы на машине никак. Юристы напоминают, Конституция и Водный кодекс Украины запрещают введение ограничений при доступе к водоемам, если люди хотят искупаться или порыбачить. Местные советы могут ввести только правила доступа к местам отдыха около воды, но не к самому водоему. Такой особый порядок, то он может быть только распространен на особые услуги, которые связаны с отдыхом на водных объектах. Все остальное, а именно пропуск к воде, осуществление права граждан на то, чтобы искупаться, взять воды или половить рыбу, он не может быть ограничен, не может быть установлен особый порядок. Иначе действия так называемых арендаторов подпадают под уголовный кодекс самозахват водоема. Правда, говорит Михайлов, в законе есть уловка – водоему должен быть полностью перекрыт доступ. Только тогда правоохранители вправе открыть производство. Так, в Журавлёвском гидропарке часть доступа к речке открыта, а сама плата, говорят арендаторы, взымается за возможность пользоваться всеми благами оборудованного пляжа, а также аттракционами. Стоит такой отдых 35 гривен с человека. Желающие просто искупаться могут взять временный билет на 40 минут. На выходе посетителю, уверяют, возвращают деньги. Бесплатно, говорят, пускают и тех, кто хочет провести и больше времени. Если человек заходит сюда и говорит, я ничем пользоваться не буду, мы его проводим сюда. Да, мы смотрим за ним, чтобы он ничем не пользовался. Но он купается, не вопрос. Просто человек стоит, охранники смотрят, либо спасатель смотрит, чтобы он не пользовался лавочками, не пользовался туалетом, не пользовался аттракционами. Однако, так или иначе, незаконная коммерциализация прудов в Украине считает эксперт вскоре выльется в серьёзное противостояние. Активисты уже сейчас уделяют немало внимания частным пристаням и пляжам. Хотя по закону, даже если недалеко от воды расположена усадьба или отель, пример тому Старый Салтов, доступ к водоёму для всех должен быть свободным. В Украине же купальщиков нередко встречают не просто билетёры, а вооружённая охрана. Эксперты считают, что наша страна вполне может пойти болгарским путём, когда из-за народного недовольства были в одну ночь открыты все пляжи в стране, а отели и фирмы остались зарабатывать на гостиничном бизнесе и созданной инфраструктуре, что только дало толчок туризму. Марина Николаева, Владимир Борох, Агентство телевидения новости. Один коллектив, два мнения. Сегодня под стены Хога вышли два пикета виртуозов слабожанщины. Одни требовали уволить, другие оставить в покое директора коллектива. Как решили судьбу руководителя депутаты, далее в сюжете. Вместо музыкальных инструментов в руках плакаты. На пикет под стены облгосадминистрации сегодня вышли виртуозы слабожанщины. Утверждают, пойти на такие меры их вынудило желание как департамента с администрацией, так и депутатов заменить их руководителя Тараса Куценко. Хочется, чтобы уже оставили в покое и дали нам нормально продолжать работать и заниматься тем, чем нам нравится, а не тем, как нас заставляли раньше. Нам бы хотелось, чтобы наш директор продолжил работать, потому что он автор очень многих интересных проектов, и они у него начали получаться. И хотелось бы, чтобы он довел до конца то, что он наметил. Оснований для увольнения у руководства области, уверяет сам Куценко, нет. Если желание отдельных лиц, устранить его от руководства коллектива. И переживает, если решение таки будет принято, коллектив перейдет под крыло университета искусств, где нет необходимых площадей для репетиций. И у Харьковщины, в конце концов, может просто не стать виртуозов. Не секрет уже, что в Харькове распределяются роли в культуре. И ты будешь работать или не будешь работать от известных людей, нынешних руководителей университета искусств и всей этой команды. Я против такой позиции. Но с позиции руководства, оказывается, согласны не все оркестранты. Рядом с пикетом в поддержку Куценко расположился пикет с требованием его уволить. Его участники уверены, что только с новым руководством оркестр вернет себе былое качество, исполнение которого не стало с началом реализации программ нынешнего руководителя. С вопросом о реальных причинах увольнения директора КП решил обратиться к начальнику управления по вопросам коммунальной собственности исполнительного аппарата облсовета и один из депутатов. По его мнению, виртуозы – едва ли не единственный удачный проект. Хотя о полной самоокупаемости речь еще не идет, но музыканты из бюджета получают лишь заработную плату. Аренду, как и рекламу, они оплачивают самостоятельно. Придираться к работе Куценко, уверяют в управлении, никто не собирается. Это было предложение от облгосадминистрации. Депутаты проголосовали вопрос в целом, утвердив увольнение Куценко. Оксана Нечипаренко, Андрей Домовой, агентство телевидения новости. Таким был четверг, 27 августа. Больше новостей на нашем сайте atn.ua. В студии работала Ольга Панова. Всего доброго и до встречи. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова